здравствуйте дорогие любители вязания посмотрите какую красоту мы сегодня вяжем мастер-класс я делаю по просьбе елены ромашенко она прислала к нам свою просьбу в комментариях на нашем канале youtube это узор номер 5 из книги известного японского дизайнера хитоми шида 260 узоров как я ее кратко называю а полное название вы видите на фото на экране прежде чем мы начнем вязание я хочу сказать начале каждого видео я пишу время когда начинается разбор схемы когда начинается само вязание и где можно найти полную схему узора потому что в самом видео я эту схему даю по ряда и кто разбирается в японских узорах кто уже считает что ему разбор схемы не нужен сразу переходит к началу вязания но сейчас я советую разбор схемы посмотреть я не зря связала такой большой образец он еле помещается у меня в экран и сейчас я скажу почему вот схема узора ее я тоже увеличила чтобы разобраться когда елена попросила связать узор из этой книги я беглым взглядом посмотрела на схему ничего особенного в ней не увидела для себя и написала что дал мы свяжем и мастер-класс мы сделаем и когда я перешла к самой схеме я уже даже набрала петли тут написано раппорт 30 петель 24 ряда вот я посмотрела что перед рапортом у нас две петли для симметрии узора вяжутся которые не входят в раппорт узора вот я обозначила и после 30 я вот так очертила это уже вроде как две петли набрала 34 петли кромочные и начала вязать и уже сразу с провязала вот первые два ряда все хорошо пятый ряд вот идет и у нас в конце ряда получается что мы вяжем 2 вместе петли а дальше была пустота просто были 2 лицевые то есть мы делаем убавку и все и дальше ничего нет у нас не совпадает количество накидов и количество убавок количество прибавок и убавок уже начиная с пятого ряда не совпадает если мы будем вязать вот именно вот по этой схеме заканчивать рапорт на 30 петлях получается что мы будем все время в конце убавлять 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 и все и узор не получится то есть схема дано без конца вот мы чтобы вязать вот этот узор нужно повторять рапорт 30 петель вот он у меня обозначен вот хотите несколько рапортов здесь у меня связано два рапорта и повторяйте вот эти 30 петель но как мы закончим ведь у нас будет здесь все время убавляться я тогда решила связать начала я вязать один рапорт для образца и тогда я решила что нужно в конце тоже вязать накиды но в изнаночных рядах провязывать их лицевыми скрещенными чтобы не было у нас дырок я связала рапорт в ширину и в высоту и я жалею что я бы распустила не даже не сфотографировав потому что но это получилось такое какое-то вот ужасное убожество ну как бы вот начало красивые две петельки мы вяжем перед рапортом вяжем а в конце какой-то тут было нам к нагромождение вот начиная со второй части видите в начале у нас вот получается вот этот элемент вот эти вот цепочки а в конце этих цепочек было две и в общем это было некрасиво я под расстроилась думаю ну как же выйти из положения и я вот нашла такой выход мы вяжем следующим образом две петли перед рапортом дальше если вам нужно вязать допустим вы вяжете какую-то большую деталь либо палантин там шарф ну в общем не важно что вы вяжете большой деталь где не один рапорт то вы вяжете столько рапортов сколько вам нужно для изделия но в конце самого последнего рапорта мы вяжем 20 не 30 а 28 петель вот мы провязываем до этого места получается что у нас рапорт будет в последний последний самый у нас будет 28 петель и мы дальше двадцать девятую петлю вяжем вот все изнаночные петли точно такую такую же вот дорожку из изнаночных петель как мы вяжем в начале самого рапорта то есть если вы заканчиваете изделие то вы провязываете уже рапорт не полностью 30 петель а провязываете 28 петель по узору 28 29 петля будут вязаться точно так же но в зеркальном отображении и тогда все получится смотрите как хорошо получается все симметрично все ровно и красиво я не знаю насколько я понятно объяснила задавайте вопросы я постараюсь ответить если что-то кому-то непонятно ну вот я вышла из положения вот таким образом конечно когда вы вяжете по кругу а эта схема очень удобно для кругового вязания то вы вяжете вот просто набираете 30 петель никаких петель для симметрии узора не не надо и вяжите точно вот по этой схеме с 1 по 30 петлю вот 30 петель повторяя и по кругу вяжите все ряды лицевые вот точно по схеме по кругу проще вязать этот узор но по кругу мы вяжем не всегда поворотными рядами у нас очень много тоже изделий так что вот сейчас мы с вами свяжем образец поворотными рядами где у нас лицевые и изнаночные ряды и если лицевые ряды мы будем вязать по схеме вот читая схему и условное обозначение так как они обозначены пустая клеточка это вот лицевая петля то в изнаночных рядах это пустая клеточка уже будет изнаночной петлей то есть в изнаночных рядах мы будем схему читать наоборот лицевые петли будем вязать изнаночными а изнаночные лицевыми это вообще касается всех азиатских схем ну и вот схем хитоми шибе в частности сейчас мы с вами свяжем образец который будет заканчиваться вот так как я уже говорила еще раз повторюсь если вы хотите вязать изделие вы вяжете образец набираете 2 петли перед раппортом и 30 петель которые все время повторяете и в самом самом конце вот этот рапорт вы уже вяжите не 30 петель а 29 петель и вот как я говорила вот эти две петельки вяжите зеркально вот этим петлям и сейчас мы с вами свяжем вот такой вот образец и схема будет перед вами в процессе вязания вот эти 29 петель а вот это общая схема уже будет в конце видео ну вот пожалуй все еще вот что хочу сказать что хитоми шидов книги 260 узоров узор начинается не сразу а начинается с двух установочных рядов и первый ряд всегда показан лицевыми у нее пи-ой либо лицевыми либо изнаночными петлями что мне не нравится мне это неудобно вязать я всегда первый ряд вижу также как 2 эти два ряда в рапорт не входят они служат для подготовки к узору узор гораздо лучше смотрится когда провязаны сначала два ряда они сразу начинаются вот вот эти все перекрещивания или всякие шишечки так далее но все нам понадобится крючок для вывязывания шишек и давайте будем начинать не надо пугаться узор вяжется в шахматном порядке и провязав 12 рядов вот раппорта первую половину раппорта вторая половина вяжется в шахматном порядке и вам уже будет понятно как вязать все эти элементы и вторая половина уже вам будет вязаться легче и еще что касается изнаночных рядов изнаночные ряды первой половины 2 4 6 8 10 12 ряд они вяжутся совершенно одинаково то есть я покажу вам как вяжется второй ряд и далее я буду изнаночные ряды пропускать они будут вязаться все остальные как также как 2 я видео их буду пропускать потому что ну получается очень получится большое видео и во второй половине то же самое 14 ряд я вам покажу как вяжется а дальше 16 18 20 22 24 вяжется точно так же как 14 ряд вот что уже намного упрощает вязание но и в лицевых рядах тоже вязание очень похоже просто у нас идет здесь смещение ажура центральный узор вяжется одинаково повторяется каждые четыре ряда повторяется раппорт в центральном узоре все давайте будем начинать не надо пугаться такой кажущейся сложности до непростой узор но посидеть над ним это того стоит итак набираем на спицы 33 петли вместе с кромочными первую кромочную я снимаю вторую о и последнюю провязываю изнаночной вяжем первый установочный ряд я не буду разделять петли до раппорта петли после раппорта я буду говорить общее количество петель вам видно где начинается где заканчивается раппорт 1 изнаночная 14 лицевых 1 изнаночная 14 лицевых и заканчиваем 1 изнаночной во втором изнаночном установочном ряду мы петли вяжем по рисунку по рисунку это значит мы петли вяжем так как они перед нами лежат лицевые петли мы провязываем лицевыми изнаночные мы провязываем изнаночными когда петли вяжутся по рисунку я видео их пропускаю я только вам об этом напоминаю вот провязали два установочных ряда и начинаем вязать узор 1 лицевой ряд 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном влево делаем накид лицевая петля снова делаем накид лицевая петля дальше мы берем крючок вводим крючок в петлю на левой спице подхватываем рабочую нить и вытягиваем петлю петлю со спицы я снимаю петлю вытягиваем такой длины как будто мы привязали два воздушных столбиков под лишь затем вяжем 2 полустолбика с накидом делаем накид и вывязываем петлю смотрим чтобы петли были одинаковые одинаковой длины снова делаем накид и вывязываем вытягиваем петлю но крючки у нас 5 петель через эти пять петель мы протягиваем рабочую нить получилось уже шишечка которую нужно закрепить вот теперь смотрите внимательно опускаемся в петлю в ниже лежащую не в эту петлю из которой мы все вытягивали делали шишечку а вот в эту петлю и подхватываем левую стенку вот она петля вот и вот вот ее левая стенка подхватываем левую стенку этой петли и у нас получается на крючке две петельки через них мы протягиваем рабочую нить получившуюся петлю возвращаем вот сначала я на левую потом на правую спицу и затягиваем и у нас получается вот такая вот маленькая аккуратная хорошенькая шишечка далее вяжем 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо так как я бабушкиными петлями вяжу не нужно развернуть петли для этого 2 вместе лицевой с наклоном вправо далее 1 изнаночная и на следующих 3 петлях мы вывязываем узелок это больше похоже на замочек но титами шины называют это узелок на трех петлях ну так я и буду называть дальнейшем узелок на трех петлях третью петлю подхватываем и накидываем ее на первую и вторую и провязываем лицевая делаем накид и провязываем лицевую петлю вот из трех петель мы вывезли 3 вот таким способом далее будет 1 изнаночная это центральная петля относительно ее узор вяжется зеркальном отображении и снова вяжем на трех петлях узелок третью петлю накидываем на первую вторую вяжем лицевая накид лицевая затем изнаночная петля дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых и вывязываем шишечку я показываю еще раз потом я эти шишечки буду в ускоренном режиме чтобы уже видео не не загружать лишними минутами вводим крючок в петлю на левой спице вытягиваем длинную петлю накид петля 3 петли на крючке снова накид петля 5 петель на крючке протягиваем через них рабочую нить получаем петлю и шишечку мы закрепляем в петлю на ряд ниже вот опускаемся в петлю на ряд ниже и подхватываем эту петлю за левую стенку хорошо подтягиваем все нитки протягиваем через получившиеся петли рабочую нить у нас получилось шишечка которую мы переносим на правую спицу вот такая шишечка все дальше шишки я буду уже в ускоренном режиме показывает затем лицевая петля накид лицевая петля накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону и в конце ряда у нас будет одна изнаночная вот мы закончили вязать в первый ряд долго я вам его рассказывала мне так хочется чтобы вам было все понятно второй изнаночный ряд и все последующие изнаночные ряды до 12 ряда вяжутся одинаково так что смотрите и запоминайте они практически тут вяжутся по рисунку после кромочной мы провязываем лицевую петлю и вяжем 10 изнаночных накиды здесь вот вяжем изнаночными так я запуталась 10 изнаночных 5 затем вяжем ажурную часть узора следующим образом чередуем лицевую петлю и изнаночные провязываем изнаночными скрещенными вот я бы сейчас изнаночной привязала вот так а изнаночную скрещенную я подхватываю петлю сзади у нас лицевая изнаночная скрещенная дальше лицевая в этой части узора в центральные накиды вяжутся лицевыми лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная вот так вот четыре пары петель провязали лицевая изнаночная скрещенная чередуем и еще раз лицевая петля и далее 10 изнаночных и 1 лицевая в конце ряда 3 лицевой ряд изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая накид лицевая накид лицевая и вывязываем шишечку на следующей петли подтянули нитки далее вяжем 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная далее лицевая скрещенная вот лицевую петлю я вижу вот так лицевую скрещенную подхватываю петлю сзади вот так и разворачиваю и провязываю лицевой изнаночная петля на следующих трех петлях вывязываем узелок накидываем петлю лицевая накид лицевая далее будет изнаночная лицевая скрещенная 1 изнаночная затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 2 лицевых и снова вывязываем шишечку далее будет 1 лицевая накид лицевая накид лицевая 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо и 1 изнаночная в конце ряда и в 4 изнаночный ряд мы вяжем точно так же как вязали второй ряд вяжем изнаночную вяжем лицевую затем 10 изнаночных затем у нас центральный узор где мы чередуем лицевую изнаночную скрещенную вот 4 пары петель вот так провязываем лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная вот 4 пары петель заканчиваем лицевой петлей и дальше будет 10 изнаночных 10 изнаночных 1 лицевая и все больше я вам не буду показывать изнаночные ряды пока что в этой половине узора пятый лицевой ряд 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых накид лицевая накид лицевая снова провязываем шишечку далее будет лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная узелок на 3 петлях 1 изнаночная узелок на 3 петлях и 1 изнаночная далее 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая снова вяжем шишечку на следующей петле дальше будет лицевая накид лицевая накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная и 4 изнаночный ряд вяжем точно так же как ой 6 изнаночный ряд мы вяжем точно так же как вязали 2 и 4 7 лицевой ряд изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых накид лицевая накид лицевая и вывязываем шишечку хорошо подтягиваем нить и сразу после шишечки провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и далее ажурная сетка изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная петля узелок на 3 петлях накидываем петлю лицевая накид лицевая дальше изнаночная лицевая скрещенная изнаночная затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо и снова вывязываем шишку далее лицевая накид лицевая накид 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная 8 изнаночный ряд вяжем точно так же как 2 4 и 6 9 лицевой ряд 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевых делаем накид лицевая петля накид лицевая петля 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо здесь мы шишечки не вяжем дали будет 1 изнаночная узелок на 3 петлях 1 изнаночная узелок на 3 петлях 1 изнаночная 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 1 лицевая делаем накид лицевая делаем накид 4 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная петля в конце ряда и 10 изнаночный ряд мы вяжем уже как все изнаночные ряды в этой половине узора 11 лицевой ряд 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная лицевая скрещенная изнаночная узелок на 3 петлях и снова изнаночная лицевая скрещенная изнаночная петля далее будет 2 вместе лицевой с наклоном влево накид лицевая накид 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная петля в конце ряда и 12 изнаночный ряд вяжем точно так же как остальные изнаночные ряды со 2 по 10 вот посмотрите мы провязали половину узора смотрите как красиво получается аккуратно с обеих сторон смотрится что меня очень радует и сейчас во второй половине узора мы будем вязать элементы в шахматном порядке 13 лицевой ряд сразу после кромочной провязываем изнаночную петлю далее вяжем узелок на трех петлях накидываем петлю третью петлю на 2 первую вторую вяжем лицевую делаем накид вяжем лицевую и дальше будет изнаночная петля то есть часть вот этого ажурного узора у нас будет вначале затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону 3 лицевых на следующей петле вывязываем шишечку хорошо затягиваем нить провязываем лицевую петлю делаем накид провязываем лицевую петлю делаем накид далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо вот у меня изнаночная петля лежит правильно удобно ли лицевая неправильно мне нужно развернуть лицевую петлю провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная центральная петля и в зеркальном отображении 2 вместе лицевой с наклоном влево здесь у меня изнаночная петля лежит неудобно далее делаем накид лицевая накид лицевая и так здесь у меня ошибочка на следующей петле мы вывязываем снова шишку затем будет 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная узелок на трех петлях и 1 изнаночная в конце ряда 14 изнаночный ряд я провязываю вместе с вами и дальше последующие изнаночные ряды до конца раппорта будут вязаться точно так же как мы сейчас вяжем 14 ряд после кромочной провязываем лицевую петлю далее изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая 10 изнаночных 1 лицевая центральная петля 10 изнаночных затем лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная и 1 лицевая в конце ряда вот такие изнаночные ряды у нас будут до конца раппорта вязаться 15 лицевой ряд 1 изнаночная лицевая скрещенная 1 изнаночная далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону 2 лицевых и вывязываем шишечку далее лицевая накид лицевая накид лицевая петля 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо изнаночная центральная петля и в зеркальном отображении 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая накид лицевая накид лицевая шишечка далее 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная лицевая скрещенная 1 изнаночная лицевая скрещенная и 1 изнаночная в конце ряда 16 изнаночном ряду мы вяжем петли точно так же как вязали в 14 изнаночном ряду 17 лицевой ряд 1 изнаночная узелок на 3 петлях 1 изнаночная далее 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 1 лицевая и снова шишечка дальше лицевая накид лицевая накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых накид лицевая накид лицевая снова шишечка далее будет лицевая петля 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная узелок на 3 петлях и 1 изнаночная в конце ряда 18 изнаночный ряд вяжется точно так же как 14 и 16 19 лицевой ряд изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная петля 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону и вывязываем шишечку далее лицевая накид лицевая накид 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых накид лицевая накид лицевая шишечка далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная лицевая скрещенная 1 изнаночная двадцатом изнаночном ряду петли вяжем так же как 14 16 и 18 21 лицевой ряд 1 изнаночная узелок на 3 петлях 1 изнаночная 2 вместе лицевой провязываем с наклоном в левую сторону лицевая накид лицевая накид 4 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевых накид лицевая накид лицевая 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная узелок на 3 петлях и 1 изнаночная в конце ряда двадцать втором изнаночном ряду петли вяжем точно так же как вязали в четырнадцатом шестнадцатом и восемнадцатом а и двадцатом еще конечно 23 лицевой ряд изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном влево накид лицевая накид 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная и 1 изнаночная в конце ряда двадцать четвертом изнаночном ряду петли вяжем точно так же как мы вязали с 12 по 20 ряд изнаночной ряды ну вот связали один раппорт ширину 1 раппорт высоту посмотрите такой шикарный узор что даже не нужно никаких дополнительных эпитетов вы знаете несмотря на то что на первый взгляд узор кажется сложным да у него нелегкий но вот самое сложное здесь разобрать схему понять принцип вязания ну и вот вязание шишечек тоже не убыстряет работу но кто любит узоры шишечками тот это знает и к этому готов давайте скажем спасибо елене ромашенко за идею мастер-класса мы научились вязать вот такой замечательный узор номер пять из книги хитомиши до 260 узоров ставьте лайки если вам понравился этот узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом приглашайте к нам своих друзей а я желаю вам здоровья удачи позитива только добрых вестей и ровных легких петелек пока пока